Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Смотрите выпуски. Взрываем лед. Спасатели готовятся к паводку. Удмуртию мониторят из земли и с воздуха. Когда ждать большую воду? Что будет с главной библиотекой Удмуртии? Девятиэтажный пристрой или капремонт. Строители назвали цену обновления. Живут в воде и грязи, но съезжать не хотят. Дикой экзотикой городских бараков в нашем выпуске. И неделя здоровья. День второй. Студенты сдали кровь. Куда поедут выездные бригады медиков дальше? В Удмуртии идут взрывные работы на реках. Спасатели вскрывают ледяные панцири на водоемах, где великий риск подтопления. Взрывные работы завершить планируют до начала прихода большой воды. Пик паводка специалисты обещают через неделю. Репортаж из Балезинского района. Взрывные работы проводятся по обращению местных администраций. Чаще всего это северные районы республики, где протекают реки Чипца, Кельмесь и Ита. Взрывают лед на поворотах рек вблизи сельских поселений. За ходом предупредительных работ следят также и дорожники в Удмуртии. Весенний поводок при неблагоприятных обстоятельствах может нанести большой урон. Взрывные работы проводятся на реках для защиты искусственных сооружений от наводнений и заторов. То есть лед рушится до моста, лед рушится после моста, чтобы уровень поднятых рек... То есть лед был разломан и паводок прошел более-менее спокойно. Нету года постройки моста, это зависит от рельефа местности. То есть там, где крутые повороты перед мостом, возможно образование заторов, мы защищаем вот эти мосты. За взрывными работами наблюдают как с земли, так и с воздуха. Некоторые недочеты можно определить только с высоты. С помощью беспилотного воздушного судна мониторили ситуацию во время взрывных работ на реке Чепца, передавали изображения в режиме реального времени в пункт управления и принимали управленческое решение в кратчайшие сроки по предупреждению чрезвычайной ситуации. Все запланированные взрывы на сегодня проведены, но работа по предупреждению паводковых наводнений не закончена. После взрывов на реках могут образоваться заторы. Будет проводиться ежедневный мониторинг наиболее опасных участков. Нам будут докладывать всю эту обстановку. И мы уже, когда, слава богу, если все пройдет хорошо, вся вода, весь лед пройдет, мы уже снимемся с режима повышенной готовности. Этой весной спасатели Удмуртии взорвали лед на реках в Сумстинском, Глазовском, Дебесском, Болезинском, Игринском и Воткинском районах Удмуртии. Петр Корольский, Александр Бекузин, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Реконструкция национальной библиотеки может стоить казне почти 1 миллиард рублей. Такую сумму сегодня озвучили строители главы республики. В ходе рабочей поездки Александр Соловьев посетил не только библиотеку, но еще ряд объектов столицы. С подробностями Роман Вагинов. Решать глобальные вопросы информатизации, моделирования и строительства роботов в ближайшем будущем будут уже вот эти ученики. Воспитанники Центра технотроника. Совсем недавно здесь открылись современные кружки. Дети занимаются программированием, фотографией, изучают азы монтажа и собирают роботов. Интересность изучать новые технологии роботов, что возможно как бы в будущем это будет востребовано. Всякая робототехника, как бы сейчас развиваются роботы, такие профессии будут востребованы, возможно поэтому. Стоимость проекта порядка 30 миллионов рублей, при этом больше половины вложили инвесторы. Это один из успешных примеров взаимодействия государства и частного капитала. Эта работа необходима и будет продолжена, заверил глава Удмуртии. Я думаю, что надо действительно развивать. Одного сегодня его маловато. Вы посмотрите, какие девчата и ребята здесь занимаются. У них такой огонек в глазах. Мы пришли, они ведь на нас внимания-то не обращают. Мы им не интересны. Оно так и должно быть. Мотивация у них должна быть получить те знания, которые они пришли получить. В перспективе такая практика позволит подготовить те необходимые кадры для предприятий республики, уверен глава Александр Соловьев. В поддержке, но в более скромных объемах сегодня нуждается и центр информатизации. Здесь давно мечтают о мансардном этаже. Пока работники ютятся в небольших кабинетах. Я очень надеюсь, что у нас все сбудется. У нас есть все документы, у нас есть все планы, у нас все есть. У нас даже мебель частично куплена туда. Кто там разместится? Разместится там государственная итоговая тестация девятых классов, которой сейчас фактически не хватает места для размещения. Помочь в обучении будущих инженеров, робототехников и учителей сможет и национальная библиотека. Самое большое хранилище книг и знаний в нашей республике. Но пока залы закрыты для читателей, а книжный фонд распределен по шести разным точкам в городе. Этот объект был построен в 1958 году. И чтобы библиотека вновь распахнула свои двери для читателей, нужен капитальный ремонт. Некая площадка культурная, площадка общения для разных слоев населения. И, конечно, при реконструкции мы хотим, чтобы и граждане с ограниченными возможностями доступны. Эксперты разработали два варианта реконструкции здания. Первый сохранит площади и обойдется в минимум 400 миллионов рублей. Второй гораздо амбициознее и в два раза дороже. Архитекторы предлагают оставить фасад, а за ним разместить девятиэтажный, оборудованный по последнему слову техники, новый корпус библиотеки. Мы понимаем, что у нас нужды еще очень много. И скептики могут сказать, что подумаешь, литература, когда надо и дороги ремонтировать, и коммунальная система у нас требует ремонта, и набережная у нас, и символ города требует тоже ремонта. Но библиотека в национальной республике, она имеет особое значение. Глава Удмуртии ни один из вариантов пока не одобрил. Обещал все взвесить, пообщаться с федеральным центром на счет финансирования и в ближайшее время дать ответ. Роман Вагинов, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Прогноз плохой. В Удмуртии подвели итоги вакцинации против клещевого энцефалита. Санврачи признают, компания прошла неэффективно. При плановых показателях в 95% привито всего 15% взрослых. В Ижевске, где количество укушенных всегда самое большое, от энцефалита защищены только 9% населения. Крайне низкий уровень вакцинации и по детям, при условии, что прививки ставят бесплатно. Дети, которые тоже должны быть прививаться на 95%, у нас в республике охватывается всего лишь на 17 лет на 45%, а в городе Ижевске на 28%. Бежать за прививкой сейчас уже поздно. Время для вакцинации упущено, объясняют врачи. От клещей защищаться придется репеллентами. Уже известны расценки на исследования клещей. В этом году они снова выросли. Чтобы проверить кровососы на самые распространенные в нашей зоне инфекции, нужно 1320 рублей. Плохой прогноз в этом году и на геморрагическую лихорадку. Мыши в теплую зиму расплодились. Санврачи призвали огородников Удмуртии к сплошной диротизации массивов. Обработка отдельных участков эффекта не даст. Капремонты жилых домов начались во всех городах Удмуртии, кроме Ижевска. По столичным многоэтажкам пока идут конкурсы. Об этом руководитель регионального фонда доложил попечительскому совету, который возглавляет спикер республиканского парламента. В прошлом году было отремонтировано 32 дома, в этом году на капремонт поставят почти 200 многоэтажек, вложив 600 миллионов собранных средств. Жители республики к взносам относятся ответственно. Удмуртия входит в число регионов, где собираемость платы за капремонт высокая. По данным фонда, содействие реформирования ЧКХ по итогам 2015 года Удмуртия входит в 30 регионов России. То есть 29 место лидеров эффективности функционирования системы капитального ремонта. И занимает по этому показателю 7 место среди 14 регионов ПФО. 16 тысяч неплательщиков в прошлом году получили спецуведомления от фонда. Большинство плату вынесли. 4 десятка собственников получили повестки в суд. Попечительский совет рекомендовал ужесточить контроль за соблюдением сроков сдачи готовых объектов, а в случае нарушения условий включать организации в список ненадежных подрядчиков. Никакой капремонт уже не поможет одному из ижевских домов по улице Позим. Деревянный барак разваливается и трещит по швам. Его признали аварийным и опасным для жизни. Но люди отказываются покидать свое жилище. Почему? Они пытались объяснить Анастасии Редько. Вот мы, да, тут вот. Она к вечеру, она еще больше, еще кП отнимается больше. Тогда передвигаться по комнатам можно только вброд. Фундамента у 35-го дома по улице Позим нет. Пол давно провалился и теперь-то алые воды топят жилище. А еще обетшали стены. Деревянный барак ходит ходуном. Эта деревяшка несколько лет назад отметила полувековой юбилей. Но за это время не было ни ремонта и коммунальщики сюда не заглядывали. Хотя жильцы, говорят, они исправно платят за электричество и мусоровоз. Вот только один раз видел то, что снег с кашу брали, а больше никого их не видел. Никого. Только приходят проверять счетчик. Четыре квартиры в этом бараке в советские годы получили работники ЖКХ. Соседка Ватюковых за квадратный метр трудилась дворником. Но теперь женщине приходится просить ночлега у знакомых. Ее половину затопило так, что зайти домой просто невозможно. Условия невыносимые. Жить вообще невозможно. Дом в ужаснейшем состоянии. Затопляет. Половину жильцов не выдержали, съехали. Но их квартиры не пустуют. Их незаконно заняли посторонние. О том, что жить здесь опасно для здоровья, в прошлом году подтвердила независимая экспертиза. Дом признали аварийным. Он подлежит сносу. А соответственно и расселению. Но в ближайшие годы жильцы о переезде в новые квартиры могут даже не мечтать. Почему? Администрация Ижевска объяснила в своем письменном ответе. Одно из условий включения дома в программу признание дома аварийным до 1 января 2012 года. Исходя из вышеизложенного, включить дом номер 35 по улице Поземь в программу не представляется возможным. Сейчас в очереди на благоустроенный квартир жильцы 80-ков аварийных домов. По плану их расселят до 2017-го. Когда дойдет очередь до 35-го дома на Поземь, чиновники сказать не могут. Людям городские власти предлагают маневренный фонд. Но побывав там с экскурсией, собственники вернулись в свой барак. Анастасия Редько, Леодериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Оптимизация ожидает в этом году учреждения науки и культуры. Экономия миллионов рублей республиканского бюджета. Таковы итоги прошлогодних процессов оптимизации. 49 госучреждений были реорганизованы или закрыты. В 2016 году ревизия коснется сферы культуры и образования. Тщательной оценке на эффективность подвергнутся десятке учреждений по всей республике. Министр имущественных отношений Ростен Зайнулин заверил, что процесс реорганизации будет публичным. Акцент делается правительством на результат данных сфер, что результат данных сфер при оптимизации не должен повлечь нарушение прав граждан в сфере образования и здравоохранения. И решение о реорганизации и ликвидации указанных учреждений необходимо согласовывать как с органами местного самоправления, так и обсуждать с общественностью. По словам министра, на сэкономленные средства в прошлом году открыли три десятка новых госучреждений, в том числе три многофункциональных центра в Глазове, Воткинске и Можге. Две сотни услуг будут оказывать многофункциональные центры к концу года. Сегодня о развитии сервиса госуслуг рассказали участники региональной конференции. Сейчас в республике работает 32 многофункциональных центра и 138 отделений в малых населенных пунктах. У нас большие перспективы, есть куда двигаться. На сегодняшний день мы оказываем 144 услуги. Планируем до конца года оказывать более 200 уже услуг. Конечно, мы в приоритете будем оказывать услуги для малого и среднего бизнеса. В этом году начинаем в четырех многофункциональных центрах. И в дальнейшем планируем все услуги органов власти оказывать практически в МФЦ. Перечень услуг предоставляемых МФЦ республики в следующем году будет пополнен. Здесь будут выдавать свидетельства о рождении и смерти. Уже сейчас МФЦ – это ресурс, который позволяет 90% населения получать услуги органов госвласти без очередей. И общение с чиновниками у одного специалиста МФЦ одновременно можно получить до десятка услуг. Стань донором. Акция под таким названием прошла сегодня в Ужевском техническом университете. Это одно из мероприятий недели здоровья. За три часа кровь сдали более сотни студентов и сотрудников ЖГТУ. Елена Реверчук расскажет. С каким человек настроением сдает, то оно и передается. Судя по количеству добровольцев и общему настрою в студенческой поликлинике ЖГТУ, передается только хорошее. С утра очередь несколько десятков студентов. Эти постарались прийти заранее, чтобы сдать кровь наверняка. Комплектов для кровосдачи всего 120. Алина Подвальная кровь сдает из идеологических соображений. У меня есть цель стать почетным донором России. Насколько вы близки уже к этой цели? Ой, я второй раз только сдаю. Вот лично я, честно говоря, сдаю третий раз и всегда здесь, в рамках этой акции. Видимо, времени не хватает в обычной жизни. А тут, когда говорят, вот, посмотрите, у нас здесь, мы приезжаем к вам, студенты идут с удовольствием. Пришел действительно в первый раз, не знаю, просто узнал об акции, то, что можно сдать кровь, почему бы и нет, здоровье вроде позволяет. Ехать донором никуда не нужно. Кровь врачи и трансфузиологи берут на месте. Норма кроводачи 350-450 миллилитров, поэтому к здоровью действительно требования жесткие. Но медицинских отводов немного, говорят врачи. Причины, значит, низкий гемоглобин, низкий вес, артериальное давление низкое. А вот кровь неподходящая, скажем, выпил человек. Алкоголь, прием алкоголя тоже является противопоказанием. Есть такие случаи? Нет, среди студентов нет. С начала года станции переливания заготовлено 14 тонн крови, но ее по-прежнему не хватает. Продолжают работать выездные бригады. Завтра медики будут работать в Кизнире, послезавтра запланирован выезд на Ижевский механический завод. Елена Реверчук, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». Ижевс готовится к проведению Всероссийской строительной выставки «Город 21 века». Она пройдет с 24 по 27 мая в выставочном центре Удмуртия по адресу улицы Кооперативная, 9. Современные материалы, оборудование и разработки представят предприятия Удмуртии и регионов России. Среди мероприятий деловой программы конференция по градостроительному планированию, конкурс на лучшую продукцию в области строительства и проектирования, Республиканский фестиваль архитектуры и дизайна, а также направленный на установление деловых контактов проект «Время бизнес-встреч». По прогнозам организаторов, события посетят более 7 тысяч человек. Подробности об участии по телефону 730-730. На этом у нас все. Удачи вам и до встречи.